Стадион пока еще не открыт, но у него же есть своя фишка. Нижегородская арена украшена уникальными треогранными колоннами. Таких нет ни у одного стадиона в России. Обычно конструкции круглые. Необычная форма не только радует глаз, но и требует иного, более сложного подхода к монтажу. 88 колонн выполняют реальную функцию. Принимают на себя часть нагрузки с крыш стадиона. Монтаж начали еще в августе. И все выполнили в срок. Колонн действительно уникальный. Применен бетон марки Б-40, это сокопрочный бетон, тяжелый. Да, действительно, еще они уникальны тем, что действительно их нет нигде. Только у нас 38 треогранных колонн. Работа действительно очень сложная. И в этих колоннах самое главное соблюдать прямолинейность граней. Мы это сделали, колонны действительно получились красивые. Все-таки в нашем мире должно быть место и красоте, а не только бетону и кирпичу, и стекло. За строительством стадиона пристально следят из Кремля. Его очертания, конечно, видны из здания правительства. Но глава региона предпочитает быть в центре внимания. Поэтому и совещания проводят на месте, где сразу видно, что происходит на самом масштабном спортивном строительном объекте в истории Нижегородской области. Подобных у нас никогда не было, как и опыты их взведения. Поэтому сейчас делают все возможное, чтобы новая арена привлекла гостей и афишей Мундиаля, и своим внешним видом. Когда наши нижегородцы, зрители, спортсмены будут приходить сюда, будем все радоваться, что мы в новом современном стадионе будем и спортом заниматься, и концерты смотреть, все будет на самом высоком уровне. Это придаст очень серьезную мощь сооружению, придаст пафосность этому сооружению, спортивному сооружению. И мы считаем, что это один из тех элементов, который будет ли уже лицом нашего города. И как это стал театр оперы в Сиднее, как стали многие архитектурные сооружения в других городах мира. На площадке работают около тысячи строителей. Работы много. Бригады распределяют на несколько фронтов, чтобы все успеть в срок. Их работу уже оценивают простые нижегородцы, которые живут рядом или часто проезжают мимо будущей спортивной арены. Обалденно просто. Я счастлив, что у нас в Нижнем Новгороде строится такая махина. Просто на глазах растет. Просто молодцы. Не знаю, кому спасибо сказать. Шансову или Путину. Но вообще обалденно. Вообще очень хорошо, когда в таких городах строят такие сооружения спортивные. Поскольку в дальнейшем сооружение останется для города. И, пожалуйста, занимайтесь футболом. Причем бесплатно. Стадион хороший. Смотрите сами. Вот стадион. Замечательный. Поков много. Но это не такой большой, который хотелось бы увидеть или даже сходить у него, чтобы такое было на самом деле российского масштаба. Мост хороший, большой. Запустили. Тоже грандиозный. Дорогу южный обход сделали. А грандиозный. Мне кажется, самый большой вывод пока струйка. Спортивный объект шикарный. Российский наш, нижегородский объект. До конца года у строителей еще много работы. Нужно закончить возведение металлической конструкции крыши арены. Сейчас монтировали одну треть. После чего конструкцию поставят на место. Опустив на 70 сантиметров, уберут из чаши огромный кран. И уже в следующем году крышу украсят светопрозрачным поликарбонатом. Олег Лавров, Антон Ганин и Олег Климен. Объективно. ННТВ.